Нежели богато и нечего начинать. Лозунг, которым сегодня характеризуется работа. И самое главное отношение главы Артемовского городского округа и его подчиненных к жителям муниципалитета. А именно к тем, кто на протяжении более 10 лет проживает в малоэтажных домах и вынужден выкладывать за тепловую энергию огромные деньги. А все из-за 306 постановления правительства Российской Федерации о 23 мая 2006 года, которое, к сожалению, было принято на территории Артемовского городского округа. В большинстве регионов страны и практически во всех муниципалитетах Свердловской области от него отказались. На протяжении всех этих лет подопытные жители Артемовского городского округа обращались и к ресурсоснабжающему предприятию, и к руководству Артемовского городского округа, и к депутатам Думы ОГО. Но вопрос так и не находил своего решения. Обратил внимание на мучения жителей депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Напомним, только за последний месяц на территории Артемовского городского округа он побывал уже трижды. И на всех встречах с жителями главным вопросом вставал дифференцированный норматив потребления на тепловую энергию. Люди просто умоляли народного избранника помочь найти правду и разобраться, что собственно и сделал депутат. На самом деле проблема дифференцированного норматива Дмитрий Ионин занялся еще в марте. После очередной встречи с жителями он направил запрос председателю региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимиру Гришанову с просьбой рассмотреть норматив для малоэтажных домов Артемовского городского округа. В свою очередь, дабы успокоить общественность на одном из заседаний постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Александр Миронов также заверил, что администрации Артемовского городского округа сделан шаг в решении данного вопроса. Когда проходило собрание с жителями, встреча с жителями, депутата Государственной Думы, мы сразу после этого подготовили письмо со ссылкой на то, что именно по встрече с жителями я письмо, к сожалению, не взял, если нужно принесу. Ты конкретно обратился, в какого числа дослали письмо за чей подпись? Все есть. Письмо о том, что у нас на сегодняшний день нормативы, которые сделаны дифференцированные, то есть по отраженности домов, значит, сделать усредненный норматив по территории Артемовского городского округа. Это чисто с законодательной стороны возможно, если есть постановление правительства или что там есть? Это прерогатива, как уже сказали, это прерогатива региональной энергетической комиссии. То есть они устанавливают и тарифы, и нормативы. Чиновники и глава Артемовского городского округа, ресурсоснабжающая организация, всегда уверяли жителей Артемовского городского округа и продолжают это делать. В том, что все зависит от региональной энергетической комиссии. Они тут ни при чем. Еще раз говорю, то есть все эти ссылки на то, что отменить дифференцированный норматив якобы нельзя, потому что якобы 306-е постановление не позволяет. Это вранье или лицемерие. Некто господин Миронов, заместитель господина Самочерного, сказал, вот приезжал депутат, требует, чтобы мы направили обращение. Говорит, мы его направили, типа, ура! Значит, но! Одолжение сделал. Но! Но! Да! Он языков любит. Теперь еще раз ситуация. Я очень надеюсь, наверняка здесь тоже кто-то есть от администрации, здесь есть у нас телевидение, здесь есть у нас, значит, представители этого. Вот еще раз для понимания. Вот то, что они сделали, это называется пускание пыли в глаза. Пыль в глаза – это и есть ложь, которой подпитывают население Артемовского городского округа. Теперь подтверждение сего факта. На свое обращение в региональную энергетическую комиссию Дмитрий Ионин получил ответ за подписью Владимира Гришанова, в котором сказано следующее, что по вопросам, связанным с определением нормативов по отоплению, следует обращаться непосредственно в администрацию Артемовского городского округа. Кроме того, во исполнение указа губернатора Свердловской области от 10 ноября 2016 года о поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, РЭК Свердловской области ведется подготовка к установлению нормативов по отоплению для муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. В связи с этим комиссией в адрес главы Артемовского городского округа были направлены запросы от 14 февраля 2017 года за номером 3101-81-189 о предоставлении информации и от 7 февраля 2018 года за номером 3101-81-138 также о предоставлении информации. Данная информация необходима была для определения нормативов по отоплению для Артемовского городского округа, но до настоящего времени она так и не предоставлена. Отметим, ответ РЭК Дмитрию Ионину датирован 13 апреля 2018 года. Далее в документе следует, нормативы по отоплению будут определены в соответствии с требованиями правил номер 306 с учетом дифференциации поэтажности, году постройки и материалу стен многоквартирных и жилых домов, порядки и сроки, определенные действующим законодательством, не позднее 1 января 2020 года. Дмитрий Ионин до получения ответа прекрасно знал весь алгоритм действий в решении вопроса. И властям Артемовского городского округа он это повторял не раз. Еще раз, три момента. Администрация господина Самочерного обязана сегодня, первое, отменить постановление администрации 2006 года по нормативу. Второе, разработать проект нового норматива. Третье, направить этот проект норматива и документы об отмене того норматива и ходатайства в региональную энергетическую комиссию, чтобы она установила новый норматив, который предлагает администрация города Артемовска. Как же тогда можно назвать ту ложь в глаза людям, которая звучит из уст главы? Напомним, в Артемовском состоялась встреча жителей с еще одним депутатом Госдумы Сергеем Чепиковым, в присутствии Андрея Самочерного. В рамках встречи жители также поднимали вопрос просто неподъемных платежей за тепло. Они заявляли, что этот дифференцированный норматив просто опустошает и без того их скодные кошельки. На что глава опять завел старую песню о главном. Глава, ему только стоит поднять трубку, позвонить в региональную комиссию, все вопросы решатся. Извините, до меня сколько было глав? Это вопрос 2006 года. Если это было бы все так просто, любой глава до меня, который, да, я думаю, все главы радеют за то, чтобы люди на территории такие деньги не платили. Вот, к сожалению, у нас такое 306-е постановление, где это все прописано. Мы не раз обращались в региональную комиссию, но они пишут, что у вас все согласно закону. Для этого мы написали обращение Сергею Владимировичу, и депутат Ионин тут, справедливость ЖКХ хочет нам помочь, да, мы ему, и ему такое обращение написали, что это надо решать на законодательном уровне, именно на уровне Государственной Думы, чтобы нести 306-е постановление изменения, да. Куда глава Артемовского городского округа направляет письма, известно только ему, потому как в самой региональной энергетической комиссии их дождаться никак не могут. От главы Артемовского городского округа в РЭК не приходят даже элементарные ответы на запросы. Об этом свидетельствует письмо от председателя комиссии Гришанова Ионину, о чем тогда рассказывает без устали жителям наш глава, как он решает этот вопрос. Но, судя по тому, как после брифинга руководство АО «Облкоммунэнерго» остались у главы в кабинете для обсуждения дальнейших вопросов, при этом выпроводив все СМИ, напрашивается вывод сложившейся ситуации по дифференцированным нормативам. Вероятен сговор главы с ресурсниками. Продолжение следует...